А вы заступили в 10, да? Ну, у нас в 9 смена меняется. В 10-го, куда сюда приехали, меняли ребят. По два человека, да? Оперативная группа управления по делам ГОЧС Твери, да? Ну да. Понятно. А полицию вы сегодня вообще не видели, да, здесь? Ну, мы приехали в пол 10-го, никого еще не было. А вы кто? Информационный портал Твереграда, здравствуйте. Приспонент. А ваша задача-то здесь какая? Вот именно ваша. Охранять забор, выставлять ночью освещение там, чтобы видно было. И охранный забор тоже на вас, что ли? Не на полицию? Ну, должно быть на полицию. С охранных заборов. А, именно... Чтобы не сперли. Да, именно чтобы люди не лазили, это уже полиция. Мы-то не можем запретить никому. Ну, а были случаи проникновения, не знаете? Ну, кому это надо? Кто туда полезет? Кирпичи ворвают. Ну, все-таки мало. Залезет кто-нибудь, в кирпич упадет, а никто не следит, получается, кроме вас. Ну, какие-то люди здесь пытались. Сказали им, что обходите, давайте. Пошли в обход. Ну, в принципе, задача полиции. Мы не имеем права даже запретить. Таких, по-моему, очень нет. Мы имеем право только спасти. Ну, это ваша задача, правильно, как спасатель. У нас сегодня еще дежурство на водном объекте с двух часов. Ну, вас сменят здесь хотя бы? Не-не-не, нам шеф сказал каждые три часа сюда приезжать. На заборчик обходить, смотреть и опять. Ну, у нас дежурство еще около пляжа, на катере. То есть, нам уже сейчас ехать, у нас крыка дверей, то есть, мы не можем. А на ночь приедем на постоянку. В 10 приезжаем, встаем и до утра пока нас не сменят. Все двери ведь закрыты, насколько я понимаю, да? Да. То есть, туда вообще не проникнуть, да? Вот если кто-то захочет, там, из подростков, там, никак, да? Это раньше ныряли, когда вот там цикольный этаж рухнул. Взрослые-то уже, как бы, 15-16, раньше лазили тоже, гоняли их постоянно. А вот тут, как обвалилась, ну что, дыра. Сразу две группы. Сначала вот такие вот шплинты, мальчишки. Потом девчонки полезли. Я говорю, ну куда вы лезете, куда? Кирпичи падают. Говорю, и что будет? Наглого упадет. Вроде ушли. Ну, сейчас опасность не внутри, чтобы упадут, а то, что вот, если они под стенами будут, да, и обрушится опять. Потому что разлет-то большой осколков, вот вчера, например, был, да?